Приветствую вас, Александр. Я так полагаю, что вас зовут, Александр. Вы действительно не задаете никакой вопрос в своей истории. Ваша история, история несчастных людей, двух несчастных человек. И видно, что вы, по крайней мере, на мой взгляд, жалеете своего мужа. Вот. А вы в меньшей степени ножалеете себя. И то, что я могу вам сказать, это, пожалуй, то, что, по-моему, на мой взгляд, вы стали, вы стали для своего мужа просто-напросто еще одной мамы. Вот. Да, немножечко, ну, немножечко другой. То есть, у него мама, условно говоря, строго. Вот. Вы маму помягче. Но все равно мама, все равно мама. И это основная беда, что вы ведете себя со своим мужем, как мама, а муж, соответственно, ведет себя как ребенок. Что достаточно, надеюсь, просто. Вас не смешает то, что он относится к вам, как королевь. Нет. Понимаете, поймите правильно. Поймите правильно. В том, что он относится к вам, как королеви, а ничего плохого нет. Ну, потому что это хорошо, когда мужчины относится на берегу и так далее. Но. У вас ведь здесь не только про это. У вас ведь здесь историю еще и про то, что человек в себе постоянно сомневается. Правильно ведь, я понимаю. И получается так, что вы его вовремя поддерживаете. И получается так, что вы вынуждены его поддерживать. Когда вам хочется, когда мне хочется тоже. Вот. А он, он постоянно себя принижает и говорит, что вы больше выдаст их не догадали. Не знаю, не знаю, дает вы себе отчет или нет, но это манипуляция. И, к сожалению, эта манипуляция, она мало чем отличается, мало чем отличается от примерно той, что мама использует его. Ну, потому что он мог научиться такой манипуляции только у своей мамы. Вот. Целенаправленно себя принижать, чтобы освобождать себя от ответственности. Которую он боится, не готов, не готов или спрашиваться и так далее. и так далее. Вот. Вот. В чем здесь суть. Вот. В чем здесь момент. Вот. И это, как мне кажется, довольно серьезная трудность. Потому что человек не остается один на один со своей ответственностью. Вот. У человека нет возможности столкнуться с ней и он отчаянно и он уничтожает вас, чтобы вы были там, вполне говоря, рядом с ним, чтобы вы его, ну, поддерживали, скажем так. Вот. А вот. А опять же, в поддержке ничего плохого нет. Но вы отдаете этому, как мне кажется, слишком много сил. Вот. Вопрос. Вы. По сути. Не задали. То есть. Ээээ. Написали. Вроде бы. Эээ. Ситуа... Ну. Ситуа... Ситуацию общали. Вроде бы. А про... Вопроса нет. Вот. Нет. Нет. Какая штука. Вот. Вот. То есть. Вы тоже. Эээ. Такой вот. Синергетической. Но. К сожалению. Довольно. Зависимой. Формой отношений. Выходить. Боитесь. Вам быть с личными границами. В первую очередь. Поработать. Между вами и мужем. Я имею ввиду. Чтобы. Чётко. Отграничивать. Себя от него. Итак. С мужем 5 лет. 2 года женат. Что вас объединяет. А. Что общу. Между вами. Эээ. Помимо того. Что. Он. Относится к вам. Как королеве. Эээ. Как дитю. Просто вы ничего. Больше не написали. Эээ. 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 Молодые ищем себя. Развиваемся. Это хорошо. Что молодые. И что ищите себя хорошо. И что развиваетесь прекрасно. Эээ. Эээ. Вы знаете. Ммм. Как бы. Здесь не чувствуется. Определенность. Какой то. Т.е. Ну мы вроде бы развиваемся. Мы вроде бы себя ищем. Эээ. 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 но определенности как-то нет. Понимаете в чем штука? Особенно вот в вашей ситуации, где вы по факту вынуждены были приехать за мужем в Сибирь. Тоже как бы интересный достаточный момент. Ну сейчас пройдем. Так за то, что весной я вылез после работы. Я прежде не выпивался соки и элементарно не могла радоваться жизни. Работала в школе учителем. Александр, вы ведь оказались как-то на этой работе учителем. Каким-то образом вы там оказались. И в основном нет. Как вы там оказались. Каким образом вы там оказались. Да, это работа нелегкая. Да, это работа, мягко говоря. Она нелегкая. Но вы же как-то с меня оказались. Вы же как-то стали учителем. Тоже был и умный журн в охране. Умный перспективный. Но после института не мог устроиться на работу. У этого есть причины. И эти причины не в том, что просто так совпало. Когда вы говорите «так совпало», не знаю, даете вы себе отсчет в этот момент или нет. Но когда вы говорите «так совпало», вы снимаете с себя ответственность. Опять. Дальше. Сменил несколько работ, не может найти себя. Зачем? Зачем искать себя? Вот правда. Вот зачем искать себя в такой же ситуации? В доме есть. Есть мама. На который в случае чего может не опериться. Если найдет себя, в этот случай появится ожидание к нему. Мол, ты себя нашел. Давай. Давай. Работай. Давай. Зарабатывай. Делай что-то. Вот. Так будет. А пока он себя найти не может. Ну вот можно от себя ничего не требовать. Забегая чуть вперед, хочется сказать, что да, вы описываете, что у вашего мужа есть ряд психологических проблем. Сложные отношения с мамой. Вот. Проблема уверенности в себе. Все это, конечно. Вы описываете достаточно подробно. Но. Обратите, пожалуйста, внимание на следующий момент. Что проблемы есть? А как они решаются? Что сделал ваш муж для того, чтобы свои проблемы решить? Чтобы сепарироваться от мамы? Чтобы проработать с уверенностью в себе? Что он сделал для этого? Вот мне, например, кажется, что ничего не сделал. Но просто, опять же, а зачем? Это вопрос, который вам, мне кажется, надо бы задавать себе почаще. Именно вам. А зачем? Зачем ему делать то или ино? Зачем его находить сюда? Зачем? У него же есть определенный базов. Дальше. Были несколько нервные срывы. Что не получается и нет канадцевой обеспеченности. Ну, у кого были нервные срывы? Не очень понятно. Но вы как мама, обратите внимание, вы как мама, говорите либо мы, либо про него. А про себя затем чуть-чуть. Только в конце. Скромненько, скромненько даже так. При этом, вроде бы, вы говорите, что, ну, я себя себя не знаю, я себя люблю. Ну, может быть, цену вы себе знаете. И, может быть, вы себя любите. Но вот в отношениях с мужчиной, извините, вы родители. И это, конечно, очень печально. Так. Были самые срывы, что не получается и нет финансовой обеспеченности. Ну, вообще-то, если человек не может найти себя, он, как бы, обращается к психотерапевту, к психологу для того, чтобы понять, как бы, что именно это надо, уходит в какое-то время. Вот. А так, жертва. Это именно жертва. Дальше. Ко мне относится, как королевия любит поддерживать, беспокоиться, как за тебя. Я вам, скорее всего, неприятные вещи скажу. Ну, вот судя по описанию, есть чувство вины к вам такое отношение, в том числе. То есть, нет, я не говорю, что человек, в целом, там, вообще ужасен и, как бы, вас не любит и т.д. и нет. Но, в том числе, его отношение к вам, в том числе. Ну, есть чувство вины. Понимаете? В чем штука? Я ведь плохой. Я ведь, ээээ... Эээ... Эээ... Ну... Я ведь, ээээ... тебя не застрелит. Ты, без дела, меня мой. Я думаю, будет он на ситвея на руках, вот, вот как бы он помогал от нас все, если бы не было, это что-то, например, это вопрос. И мне кажется, что и вы, и он боитесь, вы боитесь, и вы, и он. Ответ на этот вопрос страшно. Но такое правильное сение, с этим общей характеристикой ваших взаимодействий, выглядит не совсем корректно. Вот. И не совсем естественным, что ли. Дальше. Я переехал за ним из них не могу, но в городах Сибирь. Зачем? Ну, то есть, вот, зачем? Вы приехали. Вот. Что вы ожидали? Что вы рассчитывали? Вот. Это важно. Потому что, насколько это было естественным для вас решением. Насколько вы не приедали, что называется, себя, переехав за ним в себе. Потому что решение это нелёгкое. Понимаете? Какая, 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 какая штука. Дальше. Следующий момент. Так, значит, чувствует своё ответственность, время говорить, что я достойно большего. Я бы сказал, что да, может быть и чувствует ответственность, вне всякого сомнения. Но. У этого есть одно но. Дело в том, что, может быть, он и чувствует ответственность. А вот, что он реально делает для того, чтобы ответственность была обеспечена. Не совсем. Мягко говоря. Понятно. Потому что. Можно было бы. Одному поехать в Сибирь. Он решил поступить так. Это его право. Это его выбор. Поймите. Поймите правила. Он делает так, как хочет. Но. Ладно, это немножко другое. Это выглядит, эээ, довольно эпатально. Ну, о чем вы говорите. Особенно в контексте, эээ, вот. Ну, это, эээ. Ну, ваша история. Селан. Ну. Больша. Эээ. Эээ. Так. Значит. Хотя я не даю об этом поводу. Ну, это перенос. Перенос на вас. Эээ. Своих страхов собственных его. Ага. Ну, да. Я люблю Сибирь на Этен. Хочу больше. А что вы делаете для того, чтобы стремиться больше? Вот. Ну, вот лично вы. Как бы. Тоже такой, на мой взгляд, вопрос достаточно серьезный. Как проявлять то, что вы себя любите? Условно говоря, я верю, что вы себя любите. Я верю, что вы думаете, что вы себя любите. Но. Что вы для этого делаете? Как это проявляется? Дальше. Хочу больше. Чего? Но мы к этому стремимся вместе. Ошибка. Он не стремится. Идем. Учимся. Я люблю его. Мы. Видите? Мы. Вас мы. Мы. Хотите больше, чем вы. Помните, я говорил про его личные границы? Это вот она самая. Я люблю его. А как это проявляется? Эээ. 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 Очень многогранные чувства. Как ваша любовь проявляется? Я не знаю, что вы не любите его. Просто интересно. Из его детства я понимаю, что мама так любила его, так просто стряхла над ним, забота, забота и опека, что это его души. Ну. То, что вы описываете, слабо похоже на любовь. По крайней мере, гиперопека и то, что вы описываете. Дальше. Это не про любовь. Это про немножко другое. Это его души. Да, души. Да, души. Но у меня с этим работа эта проблема. И... Скоро относится как к маленькому мальчику. А потому что... А потому что он никак не дает увидеть себя по-другому. Причем... Причем не дает ему свободу ментально. И не должна давать Александру. Потому что... И ума она сформировавшийся человек. Она не должна меняться. Она не должна ничего ему давать. А вот он, если его что-то не устраивает, вполне может не может меняться. Но... Он этого не делает. Она... Он с вами говорит, что должен сидеть, что должен быть хорошим сыном. Понимаете, да? То есть... Человек находится в... В отношениях с вами. И... Говорит о том, что должен быть хорошим сыном. И что должен... Ей. При том, что вы переехали в Станин-Сибир. И о том, что он чувствует свою ответственность за вас. Ну... Так... Вообще... Никакого ресурса не останется для того, чтобы о себе подумать. Вам так не кажется? Дальше. Она... Она же критикует его. Не то обознавание выбрал. Зачем много работаешь? Работал в охране. И... И... Что? У мамы... Свои... Ну... Свои ожидания мамы. Мамы... Свои интересы в этой ситуации. То есть... Как бы... К чему бы это? В детстве я отругал его при футбольной команде. С днем прогулял рок, по музыке, шли за соревнованиями. У него постоянно в голове ее оценки. Ну так... Нужно работать с этим? Любить и ненавидеть. Нужно работать с этим? Надо сказать, что я она несчастна по жизни и я тут. Ну... Здесь снова жалость. Вы уходите в это жалость. Вы ограждаетесь от человека вроде бы. В итоге... Топчетесь на месте. Мне он хочет угадать. Он сам несчастный. Не знает что в жизни его. Снова жалость. И снова... Растворение. Проблема личных границ. После начали совместные лежит в больницу. Были срывы. Что жениха закончил. Мне говорят. Поставь меня найди другого. Или в нем. Зато заболеть. Сейчас не за мной. Это все история про жалость. Увидел на наставке телефона нашего. Вырвы. Горазнился меня. И чтоб я его... И чтоб я его на наставку вставил. Что не очень понял. Это просто так пугает. Чем пугает? Давайте. Расскажите. Чем пугает? Я поддерживаю как мы говорили. Видом не показывается страшно. Верой, что в которой все поступило наладится. Говорю об этом. И что? То есть и что? Наладится может быть, да? Только скорее всего, если наладится, то благодаря вам. То есть, ну, вашими силами. Не его. Знаете, какая штука. Опять же вопрос. Зачем ему что-то делать? Вот. Для чего? Ну, нет мамы, нет вы. Значит. Вот. Здесь очень сильную деструктивную роль играет то, что вы его никак не проявляете не проявляете свою любовь к себе. Четвертое. То есть, что вы берете на себя проблемы человека, играете роль психо-психо-терапевта. Психо-терапевта. Очевидно. Вот. С этими моментами нужно работать с вами. Ну, и с ним нужно работать по его проблемам. Так что. Выбирайте психо-терапевта себе. Выбирайте того же или другого психо-терапевта. Вот. Для него, точнее, пусть он сам придет на сайт и сам выберет психолога, который ему, ну, понравится, с которым он, например, хочет работать. Вот. И так вот вы будете по-настоящему развиваться. Вот. Но. Здесь есть важный момент, что путь этот индивидуальный. И он указывает свой. И что у вас свой путь, а у него свой путь. И ваши пути могут пересекаться, конечно. Но. Все равно это ваши пути его. Поэтому. Ааа. Я бы сказал, что такое вот, знаете. Ну. Ну. Здоровое отстранение. Будет весьма кстати. Вот здесь. Ааа. Вот. Пожалуй, то, что хотел вам сказать. Сформулировать вопрос свой. Вот. То, что я понял, исходя из того, что вы написали, это то, что вам страшно. Вот. Вот. Но непонятно в данном случае чего вам страшно. То есть непонятно чего вы боитесь. Вот. Может быть вы и сами не очень понимаете чего боитесь пока что. Но. Если вы не понимаете, то вам можно помочь понять. Сложного в этом ничего нет. Если желание есть такое, если желание понять, то поможем, научим. Вот. Только не все одобрит ваш муж и не все будет привычным и легким для вас. Вот. Вот. Если готовы, милость спрашив на психотерапию. Вот. Ааа. Может быть даже, групповую, то есть, ну, в смысле, семейную. Точнее. Ну, вот. Обращайтесь. Поработаем. Это будет. Ааа. Прямо очень полезно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи и будем надеяться, что все ваши проблемы так или иначе разрешатся. Вот, если у вас есть, пожалуйста,